Добрый вечер, в эфире новости ТВК, я Ольга Тепляшина и сейчас о событиях дня подробно. Должны были снять в 7 часов вечера, но продлили почти до конца недели. Режим черного неба в Красноярске будет действовать до вечера пятницы. Между тем, горожане в очередной раз едва не задохнулись на минувших выходных от едкого дыма. Причем на этот раз запереживали даже городские власти. Министерство природных ресурсов впервые публично вывело эколабораторию на улицы города. Подробности у моей коллеги Екатерины Мут, она сейчас в студии. Катя, и что же показала экспертиза? Ольга, ну эколабораторию действительно наконец-то пустили в дело. Более того, уже даже известны результаты исследования воздуха. И вот почему красноярцы не могли дышать спокойно в минувшие выходные. Давайте послушаем ответ Министерства природных ресурсов и экологии края. Так как жители жаловались именно на запах, то проведены были отборы, пробы на органические вещества. Сегодня, 18 числа, мы уже получили результаты протоколов, по которым превышение по ПДК, именно тех веществ, на которые мы брали, не зафиксировано. То есть органические вещества находятся в пределах нормативов. Не все, что пахнет, превышает нормативы. Поэтому это может пахнуть, но это не говорит о том, что это вредно для человека. Это был официальный ответ Министерства природных ресурсов края о проделанной экспертизе воздуха. В свою очередь, синоптики сегодня тоже отчитались и заявили, что главной причиной неприятного воздуха в городе стали неблагоприятные метеоусловия. И подробнее об этом специалисты расскажут сегодня в нашей программе «Летнее интервью» в 20.30. Поэтому, если вам хоть как-то интересна тема экологии, не пропустите. В МЧС специалисты МЧС тоже сделали свои заключения и предположили, что, возможно, вот этот густой смог, который был над городом, это причина лесных пожаров с севернее Красноярска. Ну, а я сейчас напомню, жителям каких районов на минувших выходных в городе не повезло больше всего. Итак, смотрим на карту. По сообщениям красноярцев, в соцсетях «Синий туман» увидели жители улицы Калинина на Пашеном. Также горожане рассказали о плотном смоге и на Копылово. В микрорайоне «Зеленая роща», задыхались и на улице 9 Мая. Дымка была и на Парашютной, в Академгородке, Студгородке, на улице Белинского, на Брянской. Микрорайон «Солнечный» также застелила пелена неприятного запаха. Сообщения приходили не только от красноярцев, а также и от жителей городов и поселков Красноярского края. Из Березовки, Сосновоборска, Железногорска, Балахты, Каннска, Ачинска и других населенных пунктов. В общем, дышать в городе было тяжело повсеместно. На этом фоне запереживали даже городские власти. И потребовали от Министерства природы и Росприроднадзора разобраться в этой ситуации. К слову, так экстренно и, главное, своевременно городские власти по вопросам воздуха еще не обращались ни разу. И давайте послушаем, почему в этот раз было так все быстро. Учитывая такое большое количество обращений граждан, это все-таки, еще раз повторюсь, более 120, было принято решение обратиться к руководству Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края с целью организации проведения замеров качества атмосферного воздуха на ароматическую органику. Это было экстренно, да, учитывая, что это был, опять же, выходной день, учитывая, что надо было предпринимать какие-то меры, оперативно действовать. В мэрии уточнили, что такого количества обращений от красноярцев по поводу воздуха у них не было минимум год. Обычно цифра составляет 30-40 обращений. И в таком случае мэрия реагирует в течение 7 дней. Но в этот раз решили сделать все оперативнее. Экологи тоже высказались насчет воздуха, которым дышали красноярцы на выходных. И, по их мнению, это еще не предел для нашего города. Может быть, и хуже. Подробнее об этом расскажет эколог Артем Ричицкий. Слушаем. Поскольку сейчас жарко, то вертикальная конвекция воздуха имеет особенности. И в городе из-за вот этого дыма внешнего, с учетом того, что есть в самом Красноярске, дышать очень тяжело. Хуже действительно может быть. Во-первых, если сохранится штифт, то есть без ветра ничего не выдувается, и мы дышим этим. Плюс ко всему могут быть некие, скажем так, химические реакции вот этих разных выбросов. И окиси могут быть более вредными. Плюс ко всему, на мой взгляд, администрация должна сейчас экстренно бороться с городской пылью. Потому что пыль в сочетании с вредными выбросами, скажем так, для нашей дыхательной системы особо опасна. Ну, в общем, на этот раз в любом случае активность красноярцев привела хоть к какому-то результату. Поэтому в следующий режим черного неба продолжаем звонить в службу 005. И, возможно, хоть когда-нибудь передвижная эколаборатория зафиксирует хоть какие-то превышения. Ольга. Спасибо, Катя. Мы продолжаем. В социальной сети Инстаграм активно обсуждают запись супруги губернатора края Натальи Толоконской. Дискуссия развернулась под этой фотографией со свежими фруктами, опубликованной накануне, когда в Красноярске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. В этот день первая леди края, желая всем доброго утра, написала, цитата, «День всегда начинается с чистой воды и фруктов». Конец цитаты. Пользователи сразу отреагировали многочисленными комментариями, заметив, что чистого воздуха в Красноярске не хватает. Наталья Толконская отреагировала предложением бороться с экологией на ментальном уровне. Вот что написала жена губернатора у себя на странице в социальной сети, цитата, «Рада вашему общению. Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным. Могу научить, как врач». Конец цитаты. На этот счет красноярцы оставили под фотографией более 90 комментариев. Многие из них отрицательные. Кстати, спустя сутки эта активно обсуждаемая запись из ленты «Первая леди края» исчезла. Эту тему мы продолжим обсуждать уже после новостей. В программе «Летнее интервью» гостем станет начальник Центра мониторинга среды Наталья Шленская. Почему режим неблагоприятных метеоусловий последние годы объявляют так часто, и почему он держится так долго, не пропустите сегодня в 20.30. И к другим темам. Отсутствие необходимого как повод для самоубийства. 54-летний инвалид-колясочник застрелился в своей квартире из травматического оружия. Четыре года он не покидал дома из-за того, что не мог спуститься с 12 этажа. В подъезде нет пандуса. За помощью его родители обратились в администрацию Свердловского района. После чего в соцзащите им выдали так называемые передвижные рельсы весом около 6 килограммов. Каждая. Однако постоянно носить и укладывать эти пандусы было практически невозможно. Еще одно решение, которое им предлагали в администрацию, установить традиционные пандусы за свой счет. Процесс долгий, очень затратный. Если же этот вариант не устроит, тогда придется ждать капитального ремонта дома. Нам городская администрация ответила, что вам установят пантус только когда будут делать капитальный ремонт. А по плану я посмотрела капитальный ремонт нашего дома в 2038 году. То есть мы никто не доживем до этого пантуса. Вот так. Никто не помог нам. Есть вина властей в трагедии, которая произошла? Прямая. Прямая вина, конечно. Конечно, человек бы жил полной жизнью, если бы он общался и был мобильным. А это что? Сидеть в четырех стенах и изнывать от жары? Добавлю, спустя 40 дней после трагедии к родителям погибшего пришли представители социальной защиты. Матери, потерявшие сына, предложили социальную помощь либо в виде ремонта квартиры, либо в виде максимальной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Новости ТВК продолжают следить за этой темой. Пострадали не во время аварии, а во время ее устранения. На станции Красноярска-Восточный 9 вагонов с глиноземом сошли с рельсов. Все произошло накануне около пяти часов вечера. После этого уже сегодня во время восстановительных работ упал кран и пострадали трое рабочих Красноярской железной дороги. Они доставлены в больницу с разными травмами. По предварительной информации, в результате происшествия и движений поездов неограничена угроза, а окружающей среде отсутствуют. И по факту схода вагонов, и по факту падения крана следственные органы проводят проверку. Перевозчиков Красноярска ждет целый месяц проверок. Рейды начались уже сегодня. Это связано с внесением поправок в административный кодекс. Речь идет об ужесточении ответственности маршрутчиков. Так, теперь посадка или высадка пассажиров не на остановке карается штрафом в 3 тысячи рублей. Повторно уже 5 тысяч. Также жестче стало наказание за отсутствие маршрутной карты. Это своеобразный паспорт автобуса. Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц 30 тысяч и до 300 тысяч для юридических лиц. С сегодняшнего дня Департамент транспорта Красноярска совместно с сотрудниками ГИБДД начал проверки. Основное внимание будут уделять таким нарушениям, как проезд остановок, посадка и высадка пассажиров в неположенных местах, а также состояние техники. Напомню, оставлять свои жалобы на работу общественного транспорта можно по круглосуточному телефону Центральной диспетчерской службы 256-84-00. Меры, я вам скажу, не будут ограничиваться только штрафами. Естественно, если мы будем видеть о том, что какой-то перевозчик не реагирует на замечания, то будем рассматривать процедуру расторжения муниципального контракта. Через 4 минуты в новостях ТВК. Как чиновники попали в парасак с исполнением недавнего постановления о запрете лошадей? Через 8,5 минут. Какая погода ожидает красноярцев на этой неделе? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера пригласили на встречу с избирателями. Приехал. Полтора часа. Бла-бла-бла. Отчеты в социальных сетях об итогах предвыборных встреч с избирателями стали в последние недели обыденными. Но отчет действующего депутата горсовета и кандидата в депутаты Краевого парламента по железнодорожному округу Артема Бадюкова удивил многих. Молодый политик неожиданно публично признал, встречи с людьми во дворах не для него. И он пойдет другим путем. Только халаты, только бегуди, только наболевшая хроническая, знакомая до мелочей, до крика, до хрепоты. Вечная классика российского быта. Спасибо, что не на корточках, за гаражами. Кто-то действительно считает эти встречи эффективными. Но мы пойдем другим путем. Моя игра, мои правила. И Бадюков предложил жителям округа сесть на экскурсионные автобусы с гидом поехать на столбы. Объяснить причины такого резкого своего высказывания в отношении своих же избирателей Артем Бадюков новостям ТВК сегодня отказался. Заявив, что он просто не поддерживает хаос на подобных собраниях. По словам политолога Сергея Комарицына, такой подход не совсем верный. Встречи, безусловно, важны. Другое дело, что можно встречаться на лавочке с одним избирателем, пенсионером. Можно встречаться где-то на каком-то собрании, я не знаю, управляющей компанией, ТСЖ или еще что-то такое по месту жительства. Можно в производственном коллективе. Нужно понимать, зачем ты это делаешь, для чего тебе это надо самому кандидату. Если кандидат этого не понимает, то тогда он зря идет в это законодательное собрание. Вообще говоря, конечно, кандидат в депутаты должен уважительно относиться к своим избирателям. Если он считает, что это люди какие-то недалекие, которые его не понимают, то зачем он тогда идет в законодательное собрание или куда-то еще. Есть и другие примеры встреч, частые, полезные для избирателей и раздражающие не самого кандидата, а его оппонентов. Подобное собрание шесть дней в неделю проводит кандидат по Свердловскому округу Илья Зайцев. Правда, узнав о количестве таких встреч и положительной реакции избирателей, действовать начали провокаторы. Сразу на 20 домах появились анонимные объявления о таких встречах в один день, в одно время, но в разных концах района. Так, чтобы появиться и узнать обо всех, он не смог, а у жителей остался неприятный осадок. Супруга Ильи и сотрудник его штаба признает, пришлось ответить на десятки звонков жителей, которые его ждали. Мы можем расценивать это только как провокация. Видимо, кто-то очень боится этих встреч. Все просто потому, что Илья не просто приезжает во дворы, не просто общается с людьми, он реально помогает людям. И есть уже результативность этих встреч. И, видимо, кого-то это очень сильно задевает или пугает. Сейчас в штабе написали заявление в полицию, оперативники пытаются найти расклещиков объявлений. Возможно, тогда станет понятно, кому частые встречи с избирателями так не нравились. В любом случае, говорят политологи, общение с жителями глаза в глаза остается самым эффективным способом агитации. Захар Письменник, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. Два месяца в Красноярске действует постановление, запрещающее конный прокат в центре. За это время чиновники единственный раз пытались поймать нарушителя, который, по иронии судьбы перед законом, оказался чист. Администрация Центрального района составила протокол в отношении девушки, которая управляла гужевой повозкой в центре Красноярска. Чиновники обвинили ее в том, что она предоставляла услуги проката лошадей в запрещенном месте. 19 июня жительница Красноярска вместе с экипажем действительно стояла, как и прочие транспортные средства, на парковке на проспекте Мира. Напомню, что в середине мая мэрия утвердила список мест, где запрещены массовые катания на лошадях. И в перечень попали практически все популярные у горожан места отдыха. А проспекта Мира среди них нет. Соответственно, нет и нарушения. У девушки менялась перевозка людей на гужевой повозке. Однако, на мой взгляд, факт перевозки не был доказан. И с учетом позиции, неясной позиции с правовым статусом документа, регламентирующего перевозку людей, на сегодняшний момент, по данному случаю, производство прекращено. В администрации Центрального района сообщили, к ответственности Красноярку не привлекут, потому что доказательств не нашли. Тем не менее, проверки будут продолжаться, несмотря на предупреждение антимонопольщиков, которые признали постановление мэрии нарушающим закон. Но в самой мэрии заявляют, что наведут порядок в этой сфере и при рассмотрении первого же дела сами проиграли. Дело прекращается, да, никаких штрафных санкций в данном случае в этот раз нет. Но в дальнейшем, то есть у нас эта будет работа продолжаться, постановление городской о правилах оказания услуг с использованием верхового гужевого транспорта, оно действующее. Хотя в него, возможно, будут сноситься изменения в связи с приписанием УФАС, но само оно по себе не отменено. Жители новостроек, меняемся квартирами. С такими лозунгами жители бараков на правом берегу сегодня вышли на митинг. Таким образом, красноярцы поддержали проект застройки территории на улице Вавилова, чтобы на месте аварийных домов появились современные новостройки. По словам горожан, жить в бараках уже невозможно. Мы выступаем за то, чтобы наш Вавиловский район продолжался застраиваться новыми многоквартирными домами. Мы живем в бараках двухэтажной. В бараке с 1934 года постройки. Износ конструктивных элементов уже, конечно, по всем нормативным документам превзошел все положенные нормативы. У нас и полы проваливаются, и потолки обрушиваются. Однако, по словам митингующих, это сделать им не дают жители соседних современных домов. Жители новостроек, они против. Говорят, если здесь дома будут продолжать строить на этом месте, то нам будет тесно, места не хватает. В связи с этим жители новых домов якобы хотят изменить проект планировки, чтобы на месте бараков либо ничего не было, либо были другие объекты, например, парковки. Однако, в департаменте градостроительства отметили, скорее всего, проект оставят без изменений. В настоящее время у нас внесены изменения в проект планировки в соответствии, я еще раз сказала, с существующим законодательством. Поэтому, как бы, отменять проект планировки пока мы не видим оснований и причин. О том, какая погода ждет нас в ближайшие дни, расскажет специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Добрый вечер. На прошедших выходных наша территория находилась под влиянием обширного атмосферного фронта. Повсеместно отмечались осадки. Местами, в основном, это по западу и по югу края отмечались даже сильные ливневые дожди. Температурный фон в городе сейчас несколько ниже климатической нормы, в отличие от северных территорий. Там солнечно и тепло. Например, это интересно, около Норильска, около Труханска сейчас отмечается 30-ти градусная жара. Тем не менее, все активные фронтальные процессы уже отходят на юг. Над нами начинает усиливаться более повышенное атмосферное давление. Это означает, что в город вновь придет комфортная, сухая и теплая погода. Все дни недели в городе ожидается без существенных осадков. Только лишь в воскресенье есть вероятность небольшого дожда. Сегодня мы ждем самую холодную ночь на этой неделе. Около плюс 10 будет в городе. В дальнейшем ожидаем, что ночные температуры будут несколько выше. Около плюс 15. Ну и в дневное время при прояснениях ожидаем более значительный прогрев. Ждем, что во второй половине недели температура максимальная за сутки в городе вновь приблизится к отметке плюс 30 градусов. Ну и неблагоприятный фактор ветер в городе будет восточный, преимущественно слабый. Это, конечно, не очень хорошо скажется на качестве городского воздуха. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Через три с половиной минуты в новостях ТВК расскажем, какие улицы перекроют для движения. Через пять с половиной минут в проекте небольшого путешествия едем в усадьбу Великого Классика. Новость последнего часа. Всемирное антидопинговое агентство признало достоверной информацию о том, что на Олимпиаде в Сочи российские чиновники с ведома министра спорта подменяли пробы спортсменов. Об этом говорится в докладе ведомства. Как говорится в документе, в подмене участвовали сотрудники ФСБ. Ранее об этом рассказал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. После увольнения с этого поста он уехал в США и дал там несколько интервью. В одном из них он рассказал, как в Сочи по ночам подменяли пробы российских спортсменов. В докладе, подготовленном комиссией, также говорится, что Московская антидопинговая лаборатория занималась сокрытием положительных проб. Проекта тоже было известно ранее. В прежнем докладе говорилось, что Григорий Родченков приказал уничтожить более тысячи проб накануне проверки агентства. Об этом сообщает издательство «Медуза». Красноярских предпринимателей начали отключать от отопления и горячей воды. Так теплоэнергетики борются с должниками. Сегодня на правом берегу без подключения к коммунальным ресурсам остались парикмахерская и магазин. После того, как рабочие разварили трубу, ведущую к зданию, за тепло и воду коммерсанты не платили полгода и задолжали 124 тысячи рублей. Это копейки при миллионных задолженностях других компаний. Среди крупных неплательщиков перед СГК, по их же данным, числятся предприятия Минобороны, бюджетные и коммерческие учреждения Красноярска. Теплоэнергетики планируют продолжать работу по взысканию долгов методом перерезания труб. Мы ведем речь о предприятиях промышленности, коммерческих предприятиях. То есть это не касается жилых помещений. То есть в отношении жилых помещений там совместно с управляющими компаниями производится работа также по ограничению уже в каждой квартире. То есть в рамках опять постановления правительства номер 354 о правилах предоставления коммунальных услуг. В новостях ТВК продолжается проект «Небольшое путешествие». И уже третью неделю наша съемочная группа исследует ближайшие маршруты для отдыха. Главное условие, чтобы на весь путь хватило одного бака бензина. На этот раз речь пойдет о месте, в котором хочется остаться. Партнер проекта «Салон Штортач». Изысканность вашего интерьера в салоне Штортач. Это небольшое путешествие. Сегодня оно специально для тех, кого тянет к истокам, кто хочет поближе познакомиться с традиционным сибирским бытом. Ну и, конечно же, с великим писателем Виктором Петровичем Астафьевым. Музей-усадьба сибирского классика находится в Овсянке. Запоминайте дорогу. Езжайте по М-54 до указателя «Музейный комплекс Астафьева». Сверните направо и продолжайте держаться знаковой информацией. Итого 28 километров, около получаса в пути, меньше двух литров бензина на 67 рублей. Заблудиться здесь не получится. Музейный комплекс рассчитан как раз на большое количество туристов, поэтому здесь все сделано для удобства распознавания знаковых объектов. Он четверо суток блуждал по тайге и смог из нее самостоятельно выбраться. Герою он уменьшил возраст, но в то же время у реального Вити Астафьева ситуация была еще более критическая, несмотря на то, что он был старше, так как, в отличие от Васютки, его никто не искал. Визит в Астафьевские места сопровождается историями из жизни писателя. С помощью экскурсовода можно разглядеть в экспонатах не только героев произведений, но и реальных персонажей. Такие сведения могут оказаться неожиданными как для детей, так и для взрослых. Стоимость входного билета от 50 до 100 рублей. За эти деньги можно посмотреть три объекта – выставочный зал, дом самого Астафьева и его бабушки Катерины Петровны. Именно в нем происходит знакомство с традиционным бытом, о котором мы знаем крайне мало. Дети даже не знают, что такое барана, что ею пахали землю. Но это я про детей говорю. А есть у нас предмет, который, вот сколько я работаю, только два пожилых человека, которым было явно за 70 лет, сказали, что они его знают. И вот острога опирается на этот предмет, который не знает практически никто. В наших местах, да, называется, каза – третий человек. Весьма скромный и даже бедный двор по старым меркам современного человека может удивить своими масштабами. Это еще одно обстоятельство, ради которого стоит приезжать в Овсянку, сравнить свои представления о былых временах с тем, как это все было на самом деле. И, конечно, особый трепет вызовет дом Виктора Петровича. Охранители музея постарались сделать все, чтобы он выглядел так, будто писатель ненадолго отлучился. Виктория Лопатайте, Станислав Салтыков. Новости ТВК. Сборную России по футболу распустили. Об этом сегодня сообщают многие федеральные СМИ со ссылкой на автора петиции о необходимости расформирования команды. Напомню, после провального выступления наших спортсменов на чемпионате Европы, один из болельщиков создал документ с требованием команду распустить. Его подписали более 900 тысяч человек. Накануне, по словам самого инициатора, документ попал к властям, и они заявили, что сборной в этом виде больше не существует. Сегодня же первый вице-президент ФСР Никита Симонян заявил, что команда не собралась, а значит действительно распущена. При этом Симонян пояснил, что формировать команду может только тренер, а его пока нет. Кроме того, он заявил, что не стоит говорить о том, что все футболисты играли плохо. В любом случае, в ближайшее время будет собрана специальная комиссия, которая будет решать дальнейшую судьбу российского футбола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова